Звезда героя на груди Николая Ивановича Колычева засияла в последние годы войны. 3 июля 1944 командир взвода вместе со своими бойцами первым ворвался в Минск и захватил единственный уцелевший мост через реку Свислочь, помешав немцам взорвать его. В итоге советские войска беспрепятственно вошли в Минск и вскоре освободили от фашистов всю Белоруссию. После войны Николай Иванович жил в доме номер 6А по улице Магнитогорская в Самаре. Теперь на фасаде установлена мемориальная доска. Все, что сегодня делается, открытие досок, посадка деревьев, это все в защиту нашего государства. Любое действие, говорящее правду о Великой Отечественной войне, это защита нашей России. Внучка героя Ольга Фомина вспоминает, дедушка о войне говорить не любил, почти ничего не рассказывал, зато часто встречался с фронтовыми друзьями. Это был очень добрый человек. Любая просьба, обращенная к нему, она не оставалась без ответа. Он на все отвечал. Для себя никогда ничего не просил. Но если его кто-то о чем-то просил, это было все выполнимо. На митинге в честь открытия памятной доски к мемориалу возложили цветы. А герои, подарившим свободу братскому народу, по сей день помнят и в Белоруссии. Танк Николая Ивановича находится как раз в том месте, где была определена водная преграда через мост, через Свислочь. Пройдет неделя, и мы с делегацией нашей Самарской приедем в город-герой Минск. И обязательно для нас одно из важнейших, одним из важнейших мест, куда мы посетим и отдадим дань должного уважения и памяти, это будет как раз танк нашего земляка. Памятные доски российским героям устанавливают с ноября прошлого года. Мемориал в честь Николая Колычева, шестой по счету. Всего в этом году в областной столице планируют открыть свыше десятка табличек в память о подвигах самарских героев. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.